Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем с вами рисовать красоту, рисовать эскиты. И меня попросили нарисовать нижнее белье. Нижнее белье это вообще отдельная тема. Можно его разделить на более эргономичное, которое хлопковое, бесшовное. Оно будет более простое по дизайну, как правило. Можно поделить на корсетную группу. Это вообще отдельная тема. И корсетка требует определенных навыков, особого знания и понимания технологий для того, чтобы все рисовать. Но оно более красивое и более зрелищное. Дам вам два интересных лайфхака, как это можно сделать и как правильно рисовать. Вообще, где посмотреть? Когда мы говорим с вами о белье, в первую очередь мы с вами опираемся на фигуру женскую. Фигуры женские очень разные. Они могут быть и по объемам разные, и по формам разные. Начиная от размера груди, заканчивая соотношением талии и бедер. В общем-то, это все нужно посмотреть. Вот первый лайфхак, который я вам хочу рассказать. Это то, что обязательно посмотрите на типы фигуры. Можно это сделать в гугле. Есть очень классный метод. Я его нигде не показываю, потому что за него у меня просто забанят все социальные сети. Есть каталоги актрис порно сайтов. Вот для порно. Актрисы для порно. И смысл в чем? Что на этих фотографиях девушки обнаженные. И можно посмотреть, как выглядят тела. И там очень классно видно, кто песочные часы, кто треугольник, у кого какое соотношение талии и бедер. Никаких ссылок, ничего не показываю, не даю, потому что это считается как порнография. Но если вам нужно именно с точки зрения изучения анатомии посмотреть на этих девушек, найдите через гугл, только аккуратно, чтобы вирус никакой не словить, и посмотрите на них глазами. Вы увидите, насколько разная форма груди бывает. Насколько разные вот эти все перепады. И белье, оно делается под конкретную фигуру. Есть еще утягивающее белье, которое нам позволяет все это собрать. И второй лайфхак. Рисуем как обычно симметрично все. Кстати, бельем можно выравнивать асимметрию. Есть даже отдельная группа белья, которая для людей с онкозаболеваниями, кто пережил рак груди, там это тоже вот отдельная тема, выравнивают все. В общем-то, сегодня мы начнем с такого более фазового момента. Обязательно смотрите на фотографии белья. Их тоже много в интернете. Вы можете забить по бренду. Там один из самых известных, наверное, у нас Виктория Сикрет будет, да, посмотреть, что они делают. Можно там тот же Дим посмотреть. У них много бесшовного, красивого белья. Ей, кстати, очень удобное для носки белье. Вот, по-моему, Ким Кардашьян она выпускала утягивающую серию белья. Посмотрите, это разные типы фигур на то, что вы хотите. Тот шаблон, который я вам даю, на нем уже нанесены основные линии, которые помогут вам нарисовать белье. Во-первых, есть разметка груди, да, линия центра груди, форма чашечки. Ну, она не совсем прям так четко, да, но основная. Давайте я сейчас уберу руки, потому что мы не будем рисовать сегодня ничего с длинными руками. Нам понадобится только торс. В принципе, даже можно обрезать по коленку, но я не буду этого делать. Для того, чтобы остался просто торс, но без рук. Вот так у нас будет два манекенчика. Все, блокирую этот слой. И, соответственно, создаю новый, на котором буду рисовать инструментный пирог. Итак, не забывайте, вам нужно обязательно понимать, на какую фигуру вы рисуете. Я вам даю стандартный шаблон, чтобы вы могли порисовать, да. Но если у вас есть какие-то особые изменения, потому что, ну, там, в зависимости от размера груди, например, чем больше объем груди, да, тем толще, как правило, лямка, которая держит. Вот, иначе очень сильно вырезается в плечи. Там вот есть вот эти особенности. Хотя бы посмотрите фотографии того, как это все выглядит. Не показываю, чтобы не раздражать социальные сети, а то они прям очень не любят это все. Когда начинаешь показывать, хотя вроде в Google это все можно найти, в магазинах нижнего белья есть, но они говорят, что это ай-яй-яй, это вот распространение порнографии. Хотя к этому не имеет никакого отношения. Ну, в общем, посмотрите сами у себя. Магазинов известных много, вы можете это все сделать. Так, соберите себе подборку того, что бы вы хотели. Мы начнем рисовать с базового комплекта. Соответственно, смотрите, есть линия талии, и у меня есть разные линии, ну, по которым могут у нас с вами располагаться трусики. Здесь все просто и лаконично, так что точно не ошибетесь. Смотрите, вот эта линия, она тоже может быть разная, и по попе, по переду она тоже будет другая. Так что вот мы можем ее поправить. Можете использовать те линии, которые есть у меня на эскизе, можете использовать те линии, которые, ну, вам кажутся более актуальными. Это мне принципиально нарисовали половинку. И сразу ее сейчас отзеркалим. Сразу у меня не нажался шифт-альт, очень страшно. Окно, обработка контуров. Слить. Если осталась вот такая штучка, ничего страшного убираем. Вот уже получились у нас трусики. Вообще, трусиков тоже очень большое количество, большое разнообразие. Сейчас в моду начинает входить более высокая посадка. До этого были прям низкие вот танги. Надо смотреть в зависимости от того, какие есть потребности. Есть, которые, вот, утягивающие, они будут идти вообще под грудь для того, чтобы вот эту всю зону притягивать. Давайте начнем с такого вот простой базы, чтобы не усложнять. И кружева, это тоже отдельная история. Если мы все-таки будем кружева рисовать, это намного-намного более сложные и долгие эскизы. Вот такого формата. Потом смотрите, что у нас может быть. Если это трусики, да, у нас может быть у них сделан пояс. Ну, например, если вы знаете мужские трусы Calvin Klein, то, соответственно, у них практически всегда есть пояс. У Victoria's Secret тоже есть серия трусиков, которые с поясом. Я скопировала объект, немножко его расширила и вырезала из него пояс. Вот у меня может быть пояс. Это может быть отдельная резинка, на которой там надпись, логотип и так далее. По краю они могут быть без кружева, могут быть с кружевом, могут быть отстрочены, могут быть не отстрочены. Вниз добавляется всегда ластовица. В России есть определенные требования по гигроскопичности материала, который соприкасается с интимной зоной. Поэтому там тоже это все надо смотреть. Надо будет это все рисовать. Но она, как правило, внутри и снаружи не отображается. Ее нужно будет прописать отдельно. Вот так я обрезала инструментом ножницы мой объект. Получила две штучки. Делаем функциональную линию. И возвращаем сюда. Она у меня совпала, да, линия? Теперь немножечко в сторону. Смотрите, вот то, что часто многие смущают. Видите, у меня есть заливка. Вот ее надо убрать. Сразу все встанет на свои места. Это если у нас с вами здесь есть отстрочка. Это самая простая базовая технология, когда есть вот такая отстрочка. Может ее не быть. Например, в бешевом белье ее не будет. Ну, а коль мы с вами договорились делать вверх и вниз, давайте попробуем делать. Вот смотрите, это линия сосковой точки, да, линия соска, куда у нас приходит. Они тоже бывают по-разному. Бывают, что смотрят в стороны, бывают широко расставлены, уже расставлены. Ну, особенно девушки, я думаю, что вы знаете, когда вы меряете белье, у вас бывает, что удобно, неудобно, сжимает. То есть вот это все тоже нужно смотреть, какую модель вы закладываете. Я сейчас сделаю такой широкий лиф. Ну, и, конечно же, степень открытости, она тоже зависит от вас. Ничего страшного, что здесь такая штучка получилась. Вот так. Мы сейчас ее уберем. И у меня получилась пунктирная линия, это мы тоже убираем. Вот она форма. Значит, что мы можем сделать? Мы можем здесь еще нарисовать снизу ленту. Желательно, чтобы она совпадала с лентой на трусиках. И вот здесь иногда бывает, что делаю бейку, не делаю бейку. Можно углубить. Вот уже пошло моделирование. И можно вот здесь показать, что здесь как будто бы будут дополнительные складочки. Если мы их туда планируем. Если нет, может и не быть. Сейчас я приближу. Это неудобно рисовать. Как будто бы защипили. И вот здесь дополнительно у нас защип получился. Для того, чтобы оно лучше смотрелось, мы делаем ее на 0,25. И можно какую-нибудь фигурную линию ей задать. Она будет такая более веселенькая. Вот у нас с вами получилась половинка. Опять же, по отстрочке очень сильно зависит от того, что вы хотите сделать. Но давайте мы ее к трусикам приблизим. Мне нужна эта линия. Инструмент ножницы. Он разрезает контур на кусочки контура. Вот он у меня получился. Сейчас мы пипеточкой переснимем отсюда пунктир. И можно возвращать на места. С зажатой кнопочкой shift обязательно все это делаете. Копирую я кнопочками shift и alt. Я это говорю в каждом видео. Наверное, в первом видео данного челленджа я рассказала это максимально подробно. Сейчас уже чуть меньше внимания на это уделяю. Но когда я копирую, я использую кнопочку shift для того, чтобы у меня получалось смещение объекта по правильному углу. То, что я правильно называю. Это либо по прямой с нулевой углом 45, 90, 180. Вот получилась у нас половинка. И давайте мы сюда сделаем зеркальное отражение. Немножечко сейчас я сдвину назад. Смотрите, чтобы шаблон сохранялся. Соответственно, полис у нас будет цельный. Почему не сливается? Вот это частая проблема. Давайте смотреть. Но я же их соединила, они у меня не сливаются. Смотрите, если мы сделаем максимальное приближение. Видите, объекты не пересекаются. По факту они не пересеклись. Что нам для этого нужно сделать? Нам для этого нужно немножко подвинуть точку. Приближаете посильнее и сдвигаете. То есть ваши объекты визуально смотрятся, как будто бы они один на один. Но когда вы приближаете, программа очень точно все считает. То есть если точка в точку, значит точка в точку. Соответственно, вам нужно просто подвинуть. То есть у вас вот эта точка должна чуть-чуть сдвинуться. Но если я ее начинаю стрелками двигать, то она сдвигается очень сильно. Поэтому, чтобы ее подвинуть, я максимально ее продвигаю. Смотрю, что получается. Видите, вот они. Две не пересекающиеся линии. Вот так я подвинула, и они пересеклись. Так же и тут. Это вот особенность, на которую нужно обращать внимание. Потому что программа-то, она считается четко. А то, что вы глазом видите, это немножко другое. Вот у нас получилось с вами. Теперь то же, что часто пугает. Куда же делся мой пунктир? Да никуда он не делся. Он просто у вас. Вон он. Смотрите, при выделении. Вот они, линии. Это ваш пунктир. Переложились объекты на слои. Нам теперь нужно вот этот объект отправить на задний план. Монтаж на задний план. Все вернулось на места. Вот здесь можно добавить нам с вами линию. И добавить эту линию, как будто бы это отстрочка. Которая будет нам создавать вот эту вот оборочку или складочку. Ее можно оставить вот так нарисованную. Ее можно залить там легким цветом, чтобы она давала как тень. Можно не заливать. Это уже на ваше усмотрение. Вот у нас получился комплект очень такого простого базового белья. Который можно уже корректировать. Мы могли чашечку с вами нарисовать. Но это достаточно сложно. Я решила начать с более простого момента. Что мы теперь делаем? Я его скопировала. Нам нужна спинка. Соответственно, по спинке. Давайте с топа начнем, как мы топом занимались. И этого у нас не будет. У нас вот эта точка, скорее всего, будет где-то вот здесь. Правильно? Соответственно, вот эти направляющие мы убираем. Я работаю инструментом опорная точка, чтобы выбрать точку инструмент direct selection. Это то, что называется белая стрелочка или прямое выделение. Так, теперь инструментом опорная точка. Я начинаю в разные стороны разводить и с шифтом. Вот у нас получилась вот такая спинка. Глубину вы можете отрегулировать. Она может быть у нас вот такая закрытая. Она может быть у нас более открытая. Это уже модельные особенности. И опять я делаю копию данной штучки. И ножничками отрезаю. Я сейчас рисую комплект очень простого белья. И это может быть и купальник, и белье, и все что угодно. То есть, ну, по сути, купальник и белье, они очень похожи. Но отличаются в основном тканью. И способом исполнения то не всегда. Вот, поэтому. И то, и то может быть. Вот, получилось. Да, это спинка. И трусики, они не могут быть точно такие же. Скорее всего, здесь будет изменена кривизна линии. А именно, на то, чтобы закрывать попу. Вот таким образом. И вот таким образом. Теперь здесь тоже самое. Отстрочку даем. И по трусикам может быть центральный шов, а может не быть. То есть, это тоже уже модельная особенность. Всегда по-разному. Вот такой комплектик у нас получился. Как видите, достаточно базовый. Мне кажется, тоже белье купальник. Чем в нижнем белье. Нижнее белье можно сделать треугольничками. Нарисовать тонкие бретельки. И сзади его делать более открытым, если это требуется. Можно его удлинить, можно увеличить, можно трусики поднять. Всегда очень важна цель, для чего вы это рисуете. Именно поэтому я вам начала с того, что надо посмотреть на типы фигурных, которые вы это создаете. И нужно посмотреть на примеры того, что уже существует. Для того, чтобы на что-то опираться. Какие конструкции вы бы хотели сказать. Плюс ко всему, белье, которое мы можем пошить, и белье, которое корсетное, они совершенно разные. Потому что в корсетке там еще происходят формовочные чашечки и так далее. И это тоже большой объем. Это нужно понимать. Итак, теперь я сгруппирую по отдельности элементы. Вот таким образом. И мы можем с вами по традиции сделать их в разных цветовых сочетаниях. Кстати, я думаю, что вы заметили, что я, как правило, в разных цветах крашу только спереди вид. Можно красить не только вид спереди, можно красить вид сбоку и так далее. Ну вот, например, можно сделать бежевый цвет. Будет у вас комплект бежевого зелья. Если вы захотите, то можно добавить узор. Будет какой-то узор у вас выполнен. А можно сделать, например, в ярких цветах. Кстати, сейчас покажу еще один момент, который я хотела показать. Который достаточно важный. Ну, например, вот в кислотных цветах каких-то. Вот у вас получился яркий пляжный купальник. Когда мы рисуем такого рода вещи, нам нужно понимать, что у нас будет спинка просвечивать через полочку. Что я имею в виду. Вот у нас с вами есть комплект. И если мы на него сверху положим нашу полочку, то оно будет просвечивать. И желательно это тоже показывать. То есть мы можем показать вот так, а можем показать вот так. И вот так вид будет более корректный. Потому что если вы белье разложите на полу, то что называется вот flat sketch, да, плоский рисунок. Когда, то есть у вас как будто бы разложенная на плоскости вещь. И вы рисуете. То вот такой вид будет, возможно, более корректным. Поэтому и такое может быть, и так рисуют. Но вот это даже более корректно. Потому что, смотря на изделие, мы будем понимать, что там есть спинка. Это тоже важно. И смотрите, например, если у вас вот такой комплект. И вы захотите его прокрасить черным цветом. Ну, черное белье. Такая своеобразная классика. То у вас, видите, все пропадает. Лучше сделать светло-серую отстрочку. А и, естественно, убрать заливки с отстрочек. Тогда у вас сразу все вернется. Сейчас я покрупнее сделаю. Вот смотрите. Вот здесь вот линия некрасиво смотрится. Потому что там что-то у нас такое происходит. Ничего там особого не происходит. Просто вот у этих двух линий есть заливка. А ее не должно быть. Вот. Сразу все получается красиво. Вот таким образом мы с вами научились рисовать белье. И купальники одновременно они у нас слились. Потому что, как видите, при другом окрасе, при другой ткани это смотрится по-разному. Не добавляли кружеву, но это может быть хлопковый комплект на каждый день. В разных цветах. Притом я показала вам две вариации, как это может смотреться на инстиде. Это очень важно. Обязательно пишите мне, что вы еще хотите порисовать. Я все смотрю, все записываю и стараюсь вам показать максимально подробно. Работаю я в программе Adobe Illustrator. Эта программа универсальна. Разрабатывает ее Adobe. На официальном сайте Adobe Illustrator можете ее посмотреть и скачать. Если у вас появились какие-то вопросы, вы хотите что-то конкретное нарисовать, пишите мне в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы получить уведомления о новых видео. Они у нас выходят регулярно, а эскизы мы рисуем каждый вторник. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.